Здравствуйте! С вами Ирина Ванская, в эфире «Единая страна». У нас в гостях политолог Виталий Кулик. Здравствуйте! Герман Обухов, координатор международной антипутинской коалиции «Стоп-фашизм» в России. Здравствуйте! В ночь 28 февраля в самом центре Москвы был убит лидер российской оппозиции Борис Немцов. Герман, скажите, как отразится убийство Бориса Немцова на политическом ландшафте России? Вообще-то, насколько я помню, это одно из самых громких политических убийств в России. И, естественно, будет реакция не только внутри страны, но и на Западе. Потому что ничего подобного при всем том, что заказных и политических убийств и других в России случалось достаточно много. Но со времен убийства генерала Рохлина в 1998 году, когда готовился, по сути, это дело не переворот, а смещение Ельцина, и, в общем-то, было решено. Я не буду спекулировать, кем и как, но на самом верху, что Рохлина надо убрать. И тогда, значит, вот это было довольно очень сильное такое резонансное убийство, поскольку Рохлин был популярной фигурой. Точно так же, как Боря Немцов был популярной фигурой в России и достаточно таким активным оппозиционным деятелем. Поэтому, несомненно, последствия этого убийства будут значительными. Виталий, Ваше мнение. На мой взгляд, необходимо рассматривать убийство Немцова в контексте фашизации России как таковой. Общество настолько накачано пропагандой, насколько существует готовность убивать оппонентов, что убийство Немцова – это начало политического террора. Перед этим был марш «Антимайдан» 21 февраля, где достаточно радикально и достаточно однозначно звучали лозунги в отношении того, что необходимо физическим путем уничтожить оппозицию в России. И следующий шаг к убийству Немцова – это свидетельство о том, что режим перешел к политическим убийствам, к политическому террору. Я боюсь быть Кассандрой, но в этой ситуации я прогнозирую еще убийства политические, как в отношении оппозиции, так и провоцирование политического террора в ответ, когда будут убивать представителей режима. Это новый цикл политического развития России, и, к сожалению, это запуск механизмов по разрушению государственности и будущему российскому бунту. Не скоро произойдет, процесс достаточно долгой перспективы. Но то, что убивают, физически начинают устранять оппонентов действующего режима, и это будет уже происходить в масштабах промышленных, в кавычках, это уже несомненно. А дальше это путь к большому бунту, и российское общество, к сожалению, российское общество готово воспринять подобные действия. Оно готово легитимизировать убийство, оно готово не реагировать, оно готово воспринимать позитивно слова Дмитрия Киселева о том, что ну и что, что застрелили этого либераста. Это ненормальная реакция общественности, оно позитивно воспринято обществом. Если посмотреть интернет-опросы на главных ресурсах России, и есть даже позитивное отношение к этому убийству, это уже свидетельство о том, что общество настолько фашизировано, что оно будет воспринимать политический террор. Ну скажите, кто, по вашему мнению, сейчас может попасть под такой вот удар? Ну, во-первых, очевидно, что сейчас это могут быть представители региональных оппозиционных групп, это могут быть представители наиболее радикальной части оппозиции, которые будут призывать к каким-то силовым уличным действиям. Это могут быть антифашисты, которые выступают против Путина, эта часть. С другой стороны, это могут быть и представители путинского режима, против которых сама система попытается спровоцировать и обвинить потом в этом убийство, обвинить в этом оппозицию для того, чтобы потом закрутить гайки, для того, чтобы пересажать части оппозиции, для того, чтобы обвинить, закрыть оппозиционные каналы или запретить политические партии, которые критикуют Путина. То есть начало репрессии запущено. Где-то похожая ситуация была в Италии, когда убили одного из небольших мелких лидеров альтернативно-социалистической партии Италии. Это потом дало возможность и легитимность Муссолини для проведения чистки в партии и борьбы с коммунистами и инакомыслищими по всей Италии. А дальше это была интервенция в отношении Эритреи, отношении Эфиопии. То есть однозначно, что фашизация общества приводит к поиску внешнего врага и внешней агрессии. Я боюсь, что это может быть или Украина, или Прибалтика. Спасибо. Герман, скажите, на данном этапе возможно такое, что Россия скатывается к 30-м годам? Ну, по-моему, она уже где-то там, в этих 30-х. Я даже припомню одну дату. Я сравню даже не с Россией, а с Германией. 27 февраля 1933 года, насколько я знаю, насколько помню, был поджог Рейхстага. И после этого начались гонения и репрессии и коммунистической партии, и оппозиционных сил в нацистской Германии. И, в общем-то, все это привело ко Второй мировой войне после провокации на границе. Но вот это немножко похоже на это. И те, кто говорит о том, что это, ну, какая-то бытовуха там, значит, либо ревность, ну, это очень люди недалекие, потому что, ну, ревностью, по-моему, там и близко ничего не было. С бытовой какой-то версией, что он кому-то что-то более был должен, это тоже не вне всякой критики. Это однозначно политическое убийство. И кто заказчик? Ну, я уже высказал свое мнение на сайте Радио Свобода, что я считаю, что исполнителя, скорее всего, что уже нет, и заказчик вряд ли будет найден. И даже неважно, неважно кто он, он может быть и внутри структуры ФСБ на достаточно большой позиции, либо это, может быть, человек Кремля. Возможно, началась уже какая-то борьба за власть, значит, внутри Кремля. Не исключено, что этот удар направлен даже против президента. Потому что отдавать приказы на устранение такого человека, ну, вряд ли Путин, наверное, бы пошел лично отдавать такие приказы. Понимаете, ни Гитлер, ни Сталин тоже не отдавали приказов, но их ближайшее окружение знали, кого надо устранять. А с другой стороны, ну, не исключено, что уже, как я сказал, началась внутриклановая борьба, и силы, которые хотят убрать Путина, они тем самым ему, как бы, посылают такой, как принято говорить, месседж, что следующим может быть ты. И тут все вместе и война с Украиной, и проблемы экономические, и Крым, и прочие вещи. А как общество восприняло убийство Немцова? Ну, по-разному. Ну, я отслеживаю это в основном в интернете, потому что здесь, в Киеве, нет возможности смотреть российские телеканалы. Но у меня масса друзей в России. Мы обмениваемся, значит, тем, что есть в России, что есть в Украине. В общем-то, по-разному. Потому что уже настолько разогрето вот это общество вот этой пропагандой, как правильно заметил мой коллега, значит, такого, в общем-то, фашисту еще уже такого характера, что общество уже как-то большинство или, я не знаю, трудно оценить, значит, процентом отношений, сколько, как-то уже так, ну да, вот такие вот, надо таких вот убирать, да. Но это уже действительно уже начало какого-то черного террора. И если сейчас общество не очнется, не проснется, то непонятно, что будет через месяц-два в этой стране. Потому что, ну, в советское время, и, как я сказал, в нацистской Германии все начиналось вот или с поджога Рейхстага, либо убийства Кирова, либо что-то такое. Спасибо. Виталий, насколько массово было шествие в России? И как это отразится на дальнейшей политике? Ну, знаете, Россия видела и более мощные акции протеста, и в своей истории, и буквально недавно это было 200 тысяч на Болотной. И эти 50 тысяч, которых оценивают в лучших, по лучшим подсчетам сейчас, это, конечно, не много людей, это очень маленький процент. А возможно, что люди боятся выходить? Конечно, боятся. И часть тех, кто после убийства Немцова, конечно, попытается летать от политики или не выходить на улицу. Но, с другой стороны, я ожидаю радикализацию оппозиции в России. Когда-то в России уже была ситуация, когда национал-большевики были в оппозиции к Путину, и было даже модным отсидеть 15 суток за участие в уличных беспорядках. Радикализация, она неминуема для оппозиции, российская оппозиция, и часть ее перейдет от мирных акций протеста, от такого кухонного радикализма, перейдет в прямое действие. И тогда будут перевернутые машины, тогда будет сожженная, тогда будет прямой террор, тогда будут попытки сопротивляться силой. С другой стороны, есть уже антимайдан, есть ночные волки, которые формируют, по сути, фашистские группировки для разгона оппозиции. И вот первое силовое столкновение приведет к цепной реакции. И дальше начнется индивидуальный террор. Это уже было, это уже не есть ноу-хау, это есть в истории России в 19 веке, в начале 19 веки. Это было в других странах, в Европе и в истории это уже было. Поэтому эта система уже запущена. В отношении того, насколько будет воспринято обществом в дальнейшей борьбе, насколько система будет продуцировать бунт, здесь важно говорить о том, что это накладывается на экономические проблемы Российской Федерации. Россия существует, это не конь в вакууме, это не от огражденной от мировой экономики, от мировых санкций, часть суши, которая выживает за счет внутренних резервов. Россия монтирована на мировые экономические процессы, и санкции, которые будут задействованы со стороны Европейского Союза, они будут оказывать влияние на холодильник парасичного россиянина, как говорится. И вот состояние холодильника, оно будет провоцировать революционный кризис и изменение сознания. И тогда враг может оказаться и чиновник, и государство как таковое. Произойдет рассакрализация Путина. И тогда начнется бунт. Тогда не будет стержащего фактора, и тогда люди и выйдут на улицу, и возьмут в руки оружие. И последствия этого бунта могут быть очень печальными, как для всего Евразии, так и в отношении Украины также. А кто их может возглавить? Вы знаете, я не вижу возможности сейчас купировать риски. Путин настолько стал абсолютистским лидером, абсолютистским руководителем государства, что система... Раньше мы говорили, что есть разные башни у Кремля. И эти башни между собой конкурируют. Уже нет башен. Уже есть единый Кремль, есть единый лидер, который принимает решение. Без Путина не принимается для одного решения. Все остальные, кто играл игру Путина, сейчас находятся в подчиненном состоянии. Поэтому я не вижу сейчас лидера, который может возглавить страну. Я более того, вижу готовность региональных элит отложиться в случае нестабильности в центре. Я вижу готовность экономических элит начать собственную игру. И вот здесь это очень важно. Насколько удастся стабилизировать ситуацию в постпутинской России, у меня большие сомнения. Ни Грызлов, ни Нарышкин, ни Сурков, ни министр обороны Российской Федерации. Не те фигуры, которые способны консолидировать. Путин настолько убрал ярких фигур вокруг себя. Ну, о Медведеве мы не говорим. Мини-Ми не способен стать лидером в любом случае. Без Путина Медведева никто. А другого лидера такого масштаба, с такой поддержкой и игрока вокруг Путина просто не существует. Он убрал, зачистил пространство. Герман, скажите, а кто может возглавить антиэлиту? Да даже трудно сказать, потому что при всем том, что лично я знаком практически со всеми, ну, кроме Навального, да, из тех, кто сегодня на виду. Я знал и лично, и Борю Немцова. Ну, скажу честно, что я относился достаточно так прохладно, либо скептически к его деятельности. То есть я не видел возможности, чтобы он возглавил страну даже после ухода Путина. И, скорее всего, что это не получится ни у Навального, ни у Касьянова, ни у того же Ходорковского. Кто возглавит, значит, новую оппозицию, новую волну, наверное, оппозиции? Ну, сейчас только можно гадать, потому что начались уже какие-то подвижки. И это может произойти совершенно спонтанно, и неожиданно появится либо группа людей, либо какой-то лидер, который займет то место, которое, в принципе-то, ну, вот до недавнего времени, скорее всего, что занимал Боря Немцов, потому что он был наиболее яркий такой политик из всех тех, кто был на виду. Ну, я не хочу тут ни прогнозировать, ни спекулировать, но мы подождем немножко, мы увидим через несколько месяцев, возможно, кто способен, я бы так сказал, занять место Бори. Скажите, утверждают, что Борис Немцов готовил доклад о том, что российские войска находятся у нас в Украине. Может ли быть связано его убийство именно с этим докладом? Ну, это, опять же, мы можем только гадать, потому что, насколько я знаю, этот доклад должен был бы прочитан даже в Брюсселе, вот, и в преддверии и вот этого марша, ну, его называли антикризисным, хотя я это критиковал, он должен быть, скорее всего, что антивоенным антикризисным, а не антикризисным. Ну, вот это такое совпадение, достаточно странное, что вот в канун вот таких значительных, я бы сказал, протестных событий и предположительной поездки Немцова в Брюссель, вот случилось вот это вот, вот это убийство. Насколько, опять же, значит, через очень короткое время, значит, начали обыск в квартире у Бориса. Ну, это тоже навевает определенные подозрения, потому что все документы, связанные вот с его разоблачением присутствия российских войск на Донбассе, они были изъяты, но это тоже о чем-то говорит, и у меня подозрение, что вот это все было спланировано, значит, и дело рук, скорее всего, что российских спецслужб, точно так же, как я не сомневаюсь, что и Бадри Патраскосушвили, и Бориса Березовского, и Литвиненко тоже, в общем-то, убрали не без помощи, не без помощи российских спецслужб. Я не знаю, каких, но их немало. А как это все может отразиться на отношениях России и Украины? Да, я бы не сказал, что это сильно отразится на отношениях Украины и России. Тут уже, по-моему, настолько испорчено отношение, что вот это убийство, оно не внесет что-то такого радикального ухудшения, но это однозначно отразится на отношениях с Западом России, однозначно, потому что Борис Немцов пользовался популярностью, симпатии многих лидеров Запада, и уже мы слышим заявления, ну, значит, не просто протестов, а требования раскрыть это преступление, там, и со стороны Меркеля, и Обамы, там, и других лидеров. Но, опять же, я выражу свои сомнения, что это преступление будет раскрыто, поскольку такие вещи, они раскрываются только после того, как уходит такой лидер страны, как Владимир Путин. Уже после этого можно будет говорить, либо заниматься поиском всех тех заказных убийств, которые состоялись за время его правления. Спасибо. Виталий. Ну, на мой взгляд, даже в демократических странах политические убийства, как правило, не раскрываются, или находят стрелочника. Кеннеди, Робер Кеннеди и так далее. Поэтому, я думаю, что вряд ли мы услышим настоящего заказчика, хотя все мы понимаем, к какому речь идет. С другой стороны, если говорить об Украине на российских отношениях, нам тут снова-таки надо говорить о специфике общества. Если начнется тренд в раскачку политического террора, соответственно, этот выхлоп должен иметь и внешнеполитические обозначения. То есть, необходима будет снова экспансия. Поэтому размораживание ситуации на Донбассе, это произойдет однозначно в сторону открытой фазы столкновений между Россией и Украиной. Я не говорю о том, что Россия снимет маску ДНР и ЛНР, и начнет прямую интервенцию. Но я ожидаю возможности эскалации в других зонах, в Харькове, в Одессе, провоцирования терактов, эскалации ситуации в районе Крымского полуострова, то есть создания новых очагов противостояния на территории Украины. Путинская Россия, тем более быстро фашизирующая, ей необходим внешний враз, с которым необходимо бороться. Сохранение или преднестрализация конфликта на Донбассе не способствует подобной ситуации. Необходима выброс адреналина. Выброс адреналина возможен только тогда, когда есть прямой конфликт. Поэтому начало горячей фазы, очевидно, произойдет на протяжении ближайших 3-4 месяцев. Хорошо. А новые санкции? И вообще, как санкции будут влиять на надежду Ставчика? Что ей ожидать? Я думаю, что санкции вряд ли возможно сейчас каким-то образом купировать риски через санкции в отношении Путина. Санкции не действуют на него, наоборот, провоцируют каким-то агрессивным действием. Так же, как и переговорный процесс. Переговоры он воспринимает как слабость Европы, как отсутствие центра, как отсутствие субъекта. И он считает, что он переигрывает Европу. В отношении Савченко я не думаю, что Путин согласится на ее освобождение. Я боюсь говорить о том, о украшении ее здоровья. Все прокасты понимают, что такое голодание в этих условиях, о том, что она стала фактически символом сопротивления. Но та цена, которую Путин требует в обмен на свободу Савченко, именно отказ Украины и инициирование Украины снятия санкций в ПРЭ против России. Как это было на прошлом саммите ПРЭ. Или легитимизация в отношении Крыма, согласие Киева в отношении аннексии Крыма. Или уступки в отношении признания переговорной стороной ДНР-ЛНР. На это Киев не пойдет. Это слишком высокая цена свободы одного человека, даже героя Украины. Кстати, сегодня подписан указ о присвоении звания Героя Украины Надежды Савченко. Это замечательно. Это слабое утешение для этого человека. Но, на мой взгляд, говорить о свободе сейчас в этих условиях без каких-то геополитических изменений, к сожалению, невозможно. А если Запад даст там оружие, это что-то изменит? В ее судьбе вряд ли, но в отношении политического баланса, конечно, изменит. Это американское или европейское оружие на территории Украины. Это усиление нашей боеспособности. Это возможность оказывать более сильное сопротивление. И я не исключаю, что когда будет разморозка, когда произойдет возврат в горячей фазе, именно это оружие сыграет значительную роль для освобождения Донбасса. Герман, скажите, что должно в России произойти, чтобы у них был свой Майдан? Какой толчок должен? Как быть для людей? Да, толчок только, с моей точки зрения, только один. Это ухудшение экономической ситуации. И вот эти санкции, которые уже есть и которые ожидаются, я думаю, что будет и по банковской сфере, и по еще ряду ограничений покупки либо продажи природных ископаемых, либо еще что-то из России, либо в Россию. То есть это все будет подводить тому, что золотовалютные запасы будут исчерпаны, нечем будет поддерживать рубль. И наступит просто коллапс и экономики, и банковской системы. И тогда уже, когда нечем кормить семью, когда надо как-то существовать, тогда уже люди поймут, куда их это правительство и этот лидер, куда их привел. Ну, конечно, вот эти убийства, ну, я не знаю, насколько они, значит, если даже произойдет еще одно, еще одно, значит, политическое убийство, не знаю, насколько оно повлияет на сознание. Точно так же, как и голодовка надежды. Кстати, я недавно послал ей свою книгу и обращение от группы бывших полезаключенных СССР, не просто с просьбой, а даже с требованием прекратить эту голодовку, потому что таким методом, ну, сегодня, ну, бесполезно бороться с Кремлем, потому что для них это, ну, совершенно ничего не значит. Они будут, я бы даже сказал, счастливы, если она умрет, понимаете? То есть она должна это понять, потому что это когда мы голодали в советских лагерях, тогда это было более эффективнее, чем сейчас. Поэтому я бы очень посоветовал ей, так же, как и Мустафа Джемилев, мой товарищ, чтобы она прекратила голодовку и, значит, СПА, и помогла тем самым продолжить борьбу, значит, за ее жизнь, за ее жизнь. И я бы хотел, чтобы она выступила и в Раде, и в ПАСЭ, значит, и рассказала о тех преступлениях Кремля, которые она видела, и которым она прямой живой свидетель. Ну, а насчет Майдана, я думаю, что еще придется подождать, потому что еще пока не созрели условия для того Майдана, который ожидается в России, который произошел год назад здесь, в Киеве. Спасибо. Виталий. Знаете, я не верю в Майдан в России. Во-первых, это не та страна, где происходит Майдан, там происходит эволюция или дворцовая переворота. Вот я больше верю в дворцовый переворот и точный удар табакеркой в висок лидера, чем в Майдан, который приведет к смещению президента Путина. Я больше верю в революцию, в восстание с оружием, с насилием, чем в мирный Майдан в Москве. Это раз. А во-вторых, я пока не вижу движущих сил, которые могли бы привести к этой революции. Креативный класс, выходящий на акции протеста, проводящие пикеты единичные возле органов власти, сейчас по всей России, они не приводят к кумулятивной массе, к изменению сознания. Да, украшение социально-коммерческой ситуации может привести к революции, но не к Майдану. Поэтому ставка на Майдан, я думаю, контрпродуктивна. Необходимо говорить или о дворцовом перевороте, о создании условий для того, чтобы окружение Путина поняло пагубность политики Путина и устранило его, или к революции, к массовому насилию. И вот здесь, к сожалению, вот эта драматичность выбора для России, она и в этом и состоит. Потому что для Украины, ведь Майдан – это, фактически, второй успешный бунт украинский, который приводит к неким инстанциональным изменениям. Когда побеждает некий мирный протест, ну, в нашем случае это не совсем мирный, но происходит из мирного протеста, происходит изменение политической системы. В России всегда изменение власти должно происходить, перетекать в некое изменение системы, в новое качество. Это должно происходить как революционный процесс. К сожалению, для России это сопровождено косносилием. Поэтому я не верю в акции протеста, даже в миллион в Москве, который приведет к освежению Путина. Скорее всего, миллион на улицах Москвы приведет к использованию оружия и танков. То есть их могут быстрее убить, чем что-то изменится, правильно? Это уже было. Была попытка сначала мирного, а потом немирного сопротивления в Доме правительства, расстрел Белого дома. Все это в истории России уже было. Поэтому я думаю, что в России происходит тот же тренд, в ту же логику политического поведения у Фуэта сейчас. Я имел в виду Майдана в России примерно то, что говорит Виталий. Это не тот Майдан, который, может быть, представляется здесь в Украине, какой-то мирный протест. А именно это тот бунт, беспощадный, как говорят и свирепый, народных масс, который приведет действительно к очень кардинальным переменам в стране. И не только смена президента, но и смены вообще всей вот этой так называемой элиты и вообще системы как таковой. То есть там может быть даже вообще какой-то красный-коричневый наступить, и террор, и какая-то придет чума. Но после этого уже начнутся какие-то демократические перемены, потому что экономика приведет к этому однозначно, к такой ситуации, к такому бунту. Иначе, иначе, просто я не представляю, что может быть в России. На данный момент население обвиняет в кризисе российские власти или же Запад и Украина? Вы понимаете, в советское время тоже обвиняли во всем проклятых американцев, Запад, значит, они были виноваты. Но все забывают, что Советский Союз рассыпался под действием санкций Запада, так сказать, в ответ на вторжение в Афганистан. И, значит, одновременно, значит, точно так же, значит, нефть, цена на нефть начала падать. И вот эта совокупность вот этих вот действий привела к тому, что Советский Союз рассыпался. Это те же грабли, на которых эта власть наступает вторично, они забыли историю своей страны. Понимаете, 25 лет назад вот созрели вот эти условия, то есть Афганистан и, значит, цена на нефть. Все, и сейчас тоже эта цена на нефть будет тоже, я прогнозирую, там те же, да, она падает, но она может дойти до 25-30 долларов, что, в общем-то, для такой страны, как Россия, это главный источник дохода, это смерть и подобное. Все, не будет ни валюты, ничего, чем кормить людей, как платить бюджетникам, как платить армии, как платить, значит, ФСБшникам и всем. То есть вот это будет коллапсы экономики, и это приведет к народному бунту, который называемый Майданом. Спасибо. Спасибо, Герман. Спасибо. Спасибо, Виталий. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо. С вами была Ирина Ванская. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok